Радоница – широко известный православный праздник. Это время поминовения усопших, традиционно отмечающихся после пасхальных торжеств. В эти дни люди спешат отмечать воскресенье Христа. Они несут к местам захоронения цветы, зажигают свечи и лампадки. Сегодня по уставу церкви впервые после Пасхи совершается заупокойное богослужение. Этот день называется Радоницей, потому что приходят родственники на могилы усопших людей с тем, чтобы возвестить им великую радость о том, что воскрес Христос. Впервые после Пасхи церковь совершает заупокойное богослужение, но оно совершается пасхальным чином. Больше поется пасхальных песнопений, чем заупокойных. Этим самым церковь говорит о том, что все мы воскреснем. Душа бессмертна, и души усопших людей нуждаются в молитве, нуждаются в поддержке. Это наш долг посещать могилу, конечно, храм посетить, помолиться в храме, затем посетить могилу и помолиться на могиле. Несмотря на то, что православный праздник Радоницов всегда выпадает на вторник, людей на кладбищах много. Ведь именно в этот день живые могут разделить светлые чувства от Пасхи с умершими родственниками и близкими, помолиться за них и попросить о помощи. День памяти, надо почтить память ихнюю. Надо помнить, что это надо живым, не мертвым. Это прежде всего нам прийти, побывать, посмотреть, отдать последние почести. Я всегда хожу в церковь, во-первых, после церкви еду на кладбище. У меня много, я местная, много у меня. И на Речицком кладбище все родственники, и на Козловичах, и брат, и много-много хороших. И здесь у меня и сын, муж, сестры его, ну и знакомые, подруга. Прощение, если чем-то обидела, может, что-то не так сказала. И прошел Царствие Небесное у Бога, чтобы простил им согрешение и Царствие Небесное. Чтобы им там было спокойно, а для нас было прежде всего спокойно на этой земле. Прежде всего спокойствие. Мир, самое главное, мир. Радуница, это я всегда посещаю родителей. Всех умерших, своих родственников, бабушек, дедушек, прадедушек. Всех, каждый год еще, вот сколько живу, 78 лет мне. Я никогда этот день не пропускаю. А Плоско дядя похоронен. Подружки, очень много унес вирус. Другие болезни в 20-м году. Вот иду посещать. Прошу прощения на могилке. А нам мира, чтобы был мир в стране, в государстве, в спокойствии. Чтобы жили не хуже, а лучше, чем сейчас. Обычай поминовения усопших пришел к нам из далеких времен. Но то, что когда-то было заложено нашими предками, сохранилось и по сей день. По христианским канонам на Радоницу совершаются заупокойные богослужения. Владыка Иоанн архиепископ Брестский Кубринский провел на городском кладбище на Плоске. Песня. Песня. Каждый присутствующий на богослужении обращался к Богу. Через молитву выразили светлого Христового воскресения со своими усопшими и близкими людьми. Ведь именно в этот день они находятся рядом с нами. Ожидает нашего исправления, доброй жизни.